МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 12 января 1722 года именным указом Петра Великого впервые учрежден пост генерал-прокурора и возник институт российской прокуратуры. В течение 300 лет сотрудники прокуратуры осуществляют эффективный надзор, координируя деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью. День прокуратуры – праздник борцов за справедливость, порядочность и честность. Сегодня в условиях дневничных государственных и общественных процессов полномочия органов прокуратуры многогранны. Силами прокурорского надзора обеспечивается законность в различных сферах правоотношений. Главным для нас является защита прав и свобод человека, обеспечение законных интересов государства. Мы реализуем поставленные задачи во взаимодействии с органами власти Тверской области. В правоохранительных органах местных самоуправлений. Историю прокуратуры создавали люди, служившие в разное время. Их объединило чувство долга, профессионализм, любовь к работе и высочайшая ответственность за свое дело. Особые слова благодарности в этот день ветеранам прокуратуры. Их преданность своему делу – это пример добросовестного и безответственного служения гражданам и отчизнений. Все доброе, что сделали для ведомства, остается в памяти людей. И будет вписано в историю прокуратуры Тверской области. Работа прокурора – нелегкий. Выполняя надзорные функции, прокурор зачастую не считает со встречной времени и интересов. Каждый вносит вклад в достижения прокуратуры, в укрепление законности и правопорядка, в социально-экономическое развитие области, в благополучии ее жителей. Прокурор – это не просто профессия, это образ жизни, требующий высокой самоотдачи, постоянного повышения мастерства, преданного служению закону. Уважаемые ветераны, коллеги, привите слова благодарности за ваш труд и пожелания вам, вашим родственным близким, крепкого здоровья и благополучия. Мирного неба, счастья, удачи. Уверен, что профессиональные и нравственные качества тех, кто работает сегодня в органах прокуратуры, позволяют нам достойно выполнять поставленные задачи, служить людям и его велическим законам. Спасибо. Добрый день. Уважаемые работники, ветераны органов прокуратуры, уважаемый Сергей Борисович, хочу поздравить всех, кто здесь присутствует, и ваших коллег, кто сегодня находится на своем рабочем месте, на главном посту, с 300-летием создания прокуратуры России. На протяжении всей своей истории прокуратура является надежным государевым боком, твердо стоит на страже законности в нашей стране. Поздравляя ваше ведомство, с юбилейной даты президента Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что представители прокурорского корпуса нашей страны всегда отличали компетентность, принципиальность, верность долгу и стремление честно служить Отечеству. Из истории Верхнего Волжья мы знаем, что эти качества неизменно демонстрировали сотрудники Тверской прокуратуры с первых дней ее основания. Для них смысл жизни заключался в словах присяги тверских прокуроров XIX века. Верно служить государственным интересам до последней капли крови. Причем это было в XIX веке. И такое же постоянство сохраняется до сегодняшних дней. Высокие, патриотические и профессиональные моральные качества продемонстрировали сотрудники прокурорского корпуса в годы Великой Отечественной войны. Органы прокуратуры сыграли большую роль в обеспечении исполнения законов военного времени. В первую очередь о поставке военной продукции, оказании помощи фронту, об укреплении дыр. Многие сотрудники прокуратуры сражались на фронте. За мужество и героизм были награждены высокими государственными наградами. Именно фронтовиками были заложены традиции, которые и сегодня хранят сотрудники органов прокуратуры Верхнего Волжья. Одним из ярких представителей поколения победителей был Владимир Емельянович Цветков, человек, который прошел всю Великую Отечественную войну, а в 60-е, 70-е, 80-е годы 20-го века в 18 лет возглавлял прокуратуру Калибинской области. Он работал в одно время с выдающимся руководителем нашего региона Николаем Гавриловичем Корыбковым. И именно тогда была проделана огромная совместная работа по реализации стратегических проектов, благодаря которым был создан мощный фронтамент развития социально-экономического потенциала нашего региона на многие десятилетия вперед. И именно работа прокуратуры в то непростое время позволила это сделать. Я хочу сердечно благодарить всех ветеранов прокуратуры за вашу верную многолетнюю службу на благо нашего Отечества и нашего региона. Сегодня сотрудники ведомства с честью решают ответственные задачи, вносят значительный вклад в развитие нашей области. Являясь координатором в работе правоохранительных органов, прокуратура ставит надежный застон преступности, коррупции, любым правонарушением при реализации национальных проектов. Мы высоко ценим, уважаемые товарищи, вашу большую работу по защите социальных, жилищных и трудовых правонарушных. Хотел бы сказать для примера, что начиная совместную работу на территории Тверской области, это было у нас чуть более 5 лет назад, мы имели долги по зарплате, которые в то время числились, а часть даже логов и не числились, более 120 миллионов рублей. Это очень большие суммы, если перевести на каждого гражданина, это огромная сумма за должности по заработной плате. Могу заложить, что сегодня эта сумма уже не превышает 1 миллиона рублей. Это небольшие задержки, которые обходят в прокуратуре. Покуратура четко контролируется и всегда находится под неосыдным контролем прокурора Тверской области. Только в 2021 году в нашем регионе, в том числе благодаря мерам прокурорского реактивания, была погашена за должность по заработной плате на сумму 80 миллионов рублей. Это очень большие деньги. И я почему об этом говорю? Сегодня, когда уделяется большое внимание поддержке наших малолетних семей, поддержке наших ветеранов, пенсионеров, мы с вами бьемся за каждую тысячу рублей, чтобы она вовремя дошла до наших граждан. А тут идет разговор о целых десятках миллионов рублей. Поэтому огромная работа проделана и есть успешный хороший результат. Большое вам за это спасибо. Уважаемые товарищи, благодаря вам у нас ожидается высокий профессиональный контроль и высокая профессиональная деятельность в сфере нашего народного хозяйства. Сейчас были показаны кадры по работе организаций, по исполнению национальных проектов. И могу сказать, что последняя правоправительная практика, которая контролируется в прокуратуре, в том числе за несвоевременную сдачу объектов, она очень сильно повлияла в положительном смысле на дисциплинированность подрядчиков, которые всегда ссылались на бубу закона и считают, что подумаешь, что сделали вовремя, ну пойдет там администрация в суд, ну просудится, ну там получим какие-то штрафы, которые покрываются полностью прибылью и деятельностью этих предприятий. А когда штрафы были начислены на уровне уже миллионов рублей при соответствующем применении норм российского законодательства, вот тогда действительно работа встала на достойный высокий уровень исполнения. Благодаря и благодарю вас за высокий уровень профессионализма, заведанность долгу и совместную работу с правительством нашего региона. Очень важно, что работа ведется по стратегически значимым направлениям и в формате маленьких проектов, и в формате больших национальных проектов ситуация находится под вашим неусыпным контролем. Я желаю всем новых успехов, достижений, у вас очень ответственной деятельности, здоровья, счастья вам, вашим семьям, близким, домашним, благополучия. И сегодня мы отмечаем по традиции Старый Новый Год, и тоже знаменательно, что есть повод отметить и семейные праздники, и профессиональные праздники. Я желаю, самое главное, здоровья, и чтобы ваши домашние, ваши близкие всегда были рядом с вами, всегда вам помогали морально в вашей работе. И пользуясь случаем, сейчас мы проводим в текущем момент времени большое мероприятие с участием в этой фракции Государственной Думы Владимира Владимировича Васильева, нашего депутата, Павла Владимировича Крашенинникова, это комитет Госдумы по местному самоправедению, государственному устройству. Обсуждается проект закона о полномочиях, восприятия полномочий между субъектами и муниципалитетами. Это огромная очень системная работа, которая проводится на уровне всей Российской Федерации. Они просили передать вам наилучшие поздравления, поздравить вас с праздником и пожелать вам тоже новых успехов, что, собственно, и делаю от имени и по поручению. Отсюда же еще раз желаю здоровья, успехов, и, я думаю, перейдем к поручению заслуженных наград. Спасибо, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Прокурор Московского района АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok